Трудные места Священного Писания Книга Притчи, 1 глава, 26 стих Премудрость смеется и издевается Это как вообще? Читаем этот кусочек для библейского портала Экзегет Я прочту в переводе Российского библейского общества В котором я сам принимал участие Там немножко раньше надо, 20 стих Премудрость на улице возглашает, на площадях возвышает голос Ну понятно, Премудрость это такой здесь образ царицы Которая зовет к себе людей В шумной толпе взывает, у городских ворот держит речь То есть она не где-то там в потаенных местах Она для всех открыта, доступна только, избери ее Интересно, что она начинает не с того, насколько она хороша Или скажем, в Нагорной проповеди потом Иисус будет говорить Вы свет миру, вы соль земли А она скорее обращается к тем людям, которым Премудрость чуждаю Она призывает их передумать Сколько можно простакам коснить в простоте Наглым наглостью тешиться Глупцам ненавидеть знания Обернитесь на мой упрек и залью на вас мой дух И поведаю вам мое слово Все вроде бы хорошо до сих пор А вот тут начинается с 24 стиха Я позвала, вы отвернулись Протянула руку, но никто не замечает Вы отвергли все мои советы и не приняли моих упреков Ну печально, да? И вот наш трудный стих Что ж, я над вашей бедой посмеюсь Поиздеваюсь, когда настигнет вас ужас Разве это хорошо смеяться над бедой другого человека? Издеваться над ним? Даже если он сам виноват Ну допустим, кто-то неаккуратно вел автомобиль Попал в катастрофу Там лежит весь переломан И мы подходим, начинаем над ним хохотать Ну это совершенно недостойное поведение А Премудрость, она что, вот такая? Она издевается над человеком, попавшим в беду Пусть даже по собственной инициативе По собственной дурости, собственно говоря, да? Как-то на Премудрость не похожа Вы знаете, вот мы разбирали отдельно Это место в самом начале Первая глава, седьмой стих Господа боятся, вот чем начало познания И говорили о том, что такой страх Господень И еще не раз в книге притчи это будет И есть много толкований, что это значит Бояться оскорбить Бога Что это означает понимать дистанцию между ним и собой Как бы рабить в его присутствии Что это означает еще много разных вещей Но, а вот когда мы, опять-таки, за рулем На скользком шоссе обгоняем фуру Ведь есть здоровое чувство страха Даже если мы все делаем правильно, осторожно Все учли, предусмотрели Но мало ли что Есть здоровое чувство страха Если его нету, то все плохо И надо как-то себя, может быть, сдерживать В таких резких маневрах И мы прекрасно понимаем, что Над нами, может быть, никто не будет смеяться Но можно потерпеть довольно серьезную аварию И вот здесь, по сути дела, идет речь о человеке Который этого страха не то, что не испытывает А сознательно от него отказывается Который гоняет со скоростью 200 По мокрому шоссе Не глядя, что впереди И когда он попадает в аварию То, в общем, довольно разумно, можно сказать И по делам ему Может быть, будет вежливо этого не делать И вот здесь премудрость оказывается довольно жесткой такой А почему она не говорит Ой, бедненький, как же ты пострадал Но ничего страшного Я тебя пожалею Я буду с тобой Может быть, потому что она предупреждает Может быть, потому что Когда это произойдет Мы еще не знаем, как она себя поведет Но вот крайне важно Что человек несет ответственность за свои поступки И, может быть, сегодняшний мир Он старается эту ответственность как бы сгладить Но мир библейский Он, может быть, старался скорее напомнить об этом человеку И в частности о том Что премудрость, которая здесь тоже Некоторая сила Господня О том, что она такое Может быть, лучше сказать На материале восьмой главы Вот даже она глядит на случившееся с ним Как на нечто такое Где он пожинает плоды своего собственного выбора Своих собственных решений И потому это не радость Это не злорадство Это констатация того, что Звать после того, как потерпишь катастрофу На помощь приглашать, дать разумный совет Довольно-таки будет поздно И бесполезно И еще, конечно, важно Что книга притчи, как и многие книги И Ветховой, и в меньшей степени Она все же и Нового Завета Она полна антропоморфизмов То есть божественная Изображается как человеческая И надо понимать, что Ну, здесь есть некоторое различие Это не означает, что Они не видели никакой разницы Между премудростью Это все-таки некоторое качество Бога Или некоторое Связанное с Богом сущность И некоторые красивые царицы Которые стоят на площади И разговаривают с народом Конечно, эта разница Очевидно была и тогда Но там, где антропоморфизм Там некоторая примитивизация Да, у Бога есть ноги, руки, уши, глаза Нос даже есть И там он обоняет запах жертвы Или он там простирает руку Чтобы совершить некое действие Мы прекрасно понимаем Что это не просто такой какой-то Человек с волшебными свойствами Да, как в сказках Который своими руками и ногами Чего-то достигает Но что это божественное действие Которое обличено в прозаическую Такую, в поэтическую, простите Мифологическую форму Вот, может быть, премудрость Которая издевается над бедой Это тоже такой мифологический образ Который надо понимать не буквально А вот как Некоторую такую ситуацию Когда отказ от следования Советам премудрости Приводит к тому Что человек попадает в беду И поздно что-либо менять Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись этим видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok